General Motors планирует к 2025 году выпустить 30 новых электромобилей, а к 2040 году выйти на углеродную нейтральность. Согласно новостям, Chevrolet Camaro в том виде, в котором мы его знаем, к тому времени будет снят с производства, а его место может занять электрический седан. К сожалению, представитель Chevy отказался комментировать будущее Camaro, когда его спросили об этом в интервью. Теоретически, есть время даже для разработки нового поколения бензинового или хотя бы гибридного Camaro для пэтролхедов. Но проблема в том, что спрос на Camaro с 2014 года неуклонно снижается. Тем не менее, компания Chevy заявила, что еще неизвестно, когда именно закончится производство текущего поколения Camaro. На данный момент неясно, исчезнет ли название Camaro вообще, или оно может быть применимо к этому возможному будущему спортивному четырехдверному EV. Хотя нам мало что известно о том, как может выглядеть эта новая модель, General Motors поделился несколькими силуэтами будущих электромобилей, один из которых имеет форму, которая удивительно похожа на профиль нынешнего Camaro. Напомним, что в прошлом году Chevrolet продал чуть менее 30 тысяч Camaro, что на 38,3% меньше, чем в 2019 году. Ford продал более чем в два раза больше мустангов и доказал, что использование имени Mustang на электрическом кроссовере может сработать. К примеру, Mustang Mach-E является одним из самых продаваемых электромобилей в этом году. Он назван первым электрокаром года. Chevrolet может использовать аналогичный подход, используя имя Camaro или даже Corvette на будущих моделях электромобилей, которые могут включать в себя несколько типов кузова, включая седаны и кроссоверы. В то же время компания Dodge тоже движется в направлении электрификации своих мускулкаров. Недавно она объявила, что к 2024 году выпустит электрический мускулкар под названием E-Muscle. В настоящее время Camaro предлагает на выбор 275-сильный турбированный двухлитровый 4-цилиндровый двигатель, 335-сильный 3,6-литровый V6, 455-сильный 6,2-литровый V8 или 650-сильный 6,2-литровый V8 с наддувом в хардкорной модели ZL1. В испытаниях ZL1 разгонялся до 100 км в час за 3,4 секунды. Она построена на заднеприводной платформе Альфа, в то время как новые электромобили будут использовать новую аккумуляторную платформу Altium, впервые примененную на GMC Hammer EV. Бывший главный инженер Camaro даже возглавил разработку электрического пикапа, который, как утверждается, будет разгоняться до 100 км в час за 3 секунды в режиме управления стартом. Поэтому мы можем с уверенностью ожидать, что новый электрический седан будет отличаться быстрым ускорением. Улыбнется ли фортуна электрическому преемнику Camaro, покажет время.